Предотвращение трудовых травм и профзаболеваний. Именно за такой подход выступает Министерство труда и Фонда социального страхования. Напомним, работодатели платят взносы в Фонд социального страхования, и эти средства по действующему закону предназначаются в первую очередь для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но гораздо важнее, чтобы тратить больше средств на профилактические меры. Об этом шла речь на семинаре-совещании со специалистами и руководителями организации города. О нововведениях в законодательстве рассказала директор филиала регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Савко. Основная задача семинара – еще раз обратить внимание работодателей на проблемы охраны труда и дать разъяснение по возникающим вопросам. В том числе свести к минимуму воздействия вредных факторов и сделать рабочие места более безопасными за счет их технологического оснащения. В соответствии рабочих мест необходимым требованием проверяет специальная комиссия. Одной из предупредительных мер является проведение специальной оценки условий труда. Она сейчас называется раньше аттестация рабочих мест, теперь спецоценка условий труда. Вот предприятия, учреждения, организации, то есть страхователи должны провести специальную оценку условий труда. И оплату этих мероприятий они могут получить за счет средств Фонда социального страхования. Как рассказала Ольга Савко, организации могут получить разрешение не перечислять до 20% страховых взносов от несчастных случаев на производстве и расходовать их на проведение профилактических мероприятий. В заключении Ольга Викторовна ответила на вопросы из зала. Ольга Викторовна ответила на вопросы из зала.